Сегодня государство способствует реализации бизнес-инициатив граждан, выдавая льготные кредиты для открытия собственного дела. Так, в Переметном прошла ярмарка среди предпринимателей, уже получивших такую поддержку от государства. Подробнее расскажем в следующем сюжете. В рамках государственной программы по предоставлению грантов на реализацию новых бизнес-идей в районе Батерек с 2023 по 2024 год их обладателями стали 64 человека. Организатором мероприятия является карьерный центр МАНСАП. Гранты были выданы на открытие салона красоты, производство кондитерских изделий, развитие животноводства, птицеводства, IT-центра, швейной мастерской, производство пластиковых окон и дверей, тепличное хозяйство, производство полуфабрикатов, работу центра автосервиса и многое другое. В ходе ярмарки каждый участник представил свою продукцию. Помимо производителей есть и те, кто оказывает услуги населению. Так жительница села Переметное на полученные средства развивается в бьюти-сфере. На ярмарке с помощью своего оборудования она наглядно показала свою работу. Два года назад я возила грант по программе «Бизнес Бастау» в размере 1,3 млн. и наконец-таки открыла свое дело. И сейчас мой бизнес процветает и уже действует. На выделенные деньги я, конечно же, купила необходимое оборудование. Я занимаюсь в сфере парикмахерских флук. Это как кератин, боток, отдравление волос. Такая помощь именно инвалидам, одиночкам, многонетам матерям. Почему? Потому что это еще один шаг для открытия своего дела. Продукция вызвала интерес у посетителей. Восхищение вызвали работы местных мастеров, которые охотно приобретались. Напомним, что на получение безвозмездного гранта могут претендовать отдельные категории граждан-многодетные, сироты. Так житель села Достых, который, несмотря на свой недуг, занимается любимым делом. Ремесленник получил поддержку от государства, благодаря чему расширил свое производство и имеет стабильный доход. Я сижу в инвалидном кресле вот уже 40 лет. У меня работает только одна рука. И вот с ее помощью делаю игрушки для детей из дерева. Вот сделал велосипед вместе с братом. Точнее, полностью спроектировал его сам. В основном вот делаю игрушечные машины для детей. Среди гранта-получателей есть и те, кто занимается творческой деятельностью. Один из них – организатор мероприятий. В 22-м году мне выделили грант на сумму 1,2 млн. Приобрал аппаратуру для проведения мероприятий развлекательных. Бываю в рубежке, заказы приходят в Доринск. Ну и в Раздольном у нас различные тойоты. Провожу также мероприятия в селе, бывают концерты. Поддержку получают и работники сферы здравоохранения. В 2023 году взял безобразный грант. Таким образом приобрел рентген-аппарат. И делаю рентген-снимки. До лечения, после лечения. Качество услуг повышается. Таким образом не надо населенным пунктам людям ездить в Уральск, тратить свое время, деньги. Таким образом все услуги представляются в кабинете. Проект стал одним из эффективных механизмов трудоустройства населения. Сегодня у нас проходит ярмарка без возмездных грантов. Данная ярмарка проводится второй раз за год, а с этого года в районе третий раз. Если до этого проводили в Доринске, то сегодня в районном центре. Заявок на грант очень много. Все это рассматривает комиссия. Затем уже решают, кому выдавать. По словам организаторов мероприятия, поддержка со стороны государства будет продолжена, как и подобные ярмарки, где можно убедиться в том, насколько она эффективна.